Всем привет! С вами Игорь. Сегодня у меня презентация моего нового проекта. Это плод на солнечной тяге. Пришла ко мне эта идея, когда я лежал на матрасе на речке. Река у меня вообще рядом. Вышел с двора и сразу речка. Этим не воспользоваться было бы неправильно. Я вообще не понимаю, как я раньше до этого не додумался. И это не сделал. Итак, как я увижу этот плод? Будет он у меня размером 2х3. Это размер самый оптимальный. У меня уже есть 2х метровые доски. Половая доска будет вот так настеляться. И 3х метровый брусок. Вот так будет. Вот так 3х метровый, как рама. И вот так вот 2х метровые будут досточки. Можно было бы и больше его сделать, чем 2х3. Ну что такой размер, ну как бы не очень. Ну в принципе для 2х-3х человек нормально. Можно было и больше, но у меня есть такая проблема, что у нас получается Ольшанка, на которой я живу, речка, она впадает в Днепр. Но чтобы доплысти до Днепра, его надо там, у нас в следующем селе, практически возле Днепра, стоит дамба, перекрывающая речку. Вот. И его надо будет переносить через эту дамбу. Поэтому есть такая тоже, одна из целей, чтобы он был максимально легкий, как бы, чтобы ее вообще реально было перенести хотя бы вдвоем, двум человеком. Ну, конечно, снял предварительно все навесное оборудование, останется там сама площадка для переноса с бутылками. А, держаться он у меня будет, ну я думаю, что 2х3 мы перенесем. Тем более, что вот эта вот площадка верхняя, она практически в воде-то и не будет. Она намокать не будет, как лодка. Лодка-то у нее дно намокает, она становится тяжелой. А у плота вот эта верхняя площадка, она должна держаться, ну по моим расчетам, над водой, и при том довольно высоко над водой, за счет бутылок. Бутылки, обычные пластиковые бутылки, будут его держать на плаву, ну там полтора-двухлитровые, главное, чтобы по высоте были одинаковые, примерно хотя бы, чтобы погружение было одинаковое. Вот, вот эти бутылочки мои, вот видно здесь, да? Ну и здесь видно, и здесь видно их. Они будут стоять стоя горлышком вверх, вот. Горлышко, оно как бы тонкая часть, если его опустить вниз горлом, то оно как бы сильнее погрузится, эта бутылка, и будет зацеплять всякие водоросли, там собирать на себя. А дно, оно более гладкое и сразу широкое, то есть хорошая такая подушка сразу будет. Вот. А сесть он у меня, ну оседать будет осадка, ну примерно, я так уже прикидывал по расчетах, где-то сантиметров в бутылке будут сантиметров 10-12 в воде, ну не должно быть больше. Вот. Вот и вся в принципе конструкция. Площадка, два бруса, вот так вот, два трехметровых бруса и двухметровые доски вот так вот будут набиваться, с щелями промежутками, там, ну примерно 2 сантиметра, так я думаю, чтобы в случае там намокать будет, все равно она когда-то там дождь или еще намокнет, чтобы она себе играла свободно и не поднималась так. Вплотную не стоит. Ну и плюс еще и легче будет конструкция вся за счет того, что там несколько досток выпадут с нее. Вот. Держаться эти бутылки будут такая вот как бы рамочка я сделаю, ну такие по краям бруски будут и тут будет такая как бы рейка, которая будет держать эти бутылки в куче, чтобы они хотя бы не разъезжались в стороны. То есть, когда уже плод поставится на воду, они уже вниз бутылки не уйдут, они будут придавливаться водой к площадке вот этой деревянной, а чтобы они в бока не разъехались, то будет такая как бы рамочка с рейк, вот, чтобы они не разъезжались. Вот эту вот рамочку, кстати, вот этот вот брусочек, вот этот, вот этот и вот этот, они будут касаться воды и вот эта рейка тоже будет касаться воды, та, что будет держать бутылки. Поэтому я их планирую сделать дубовые, чтобы их как бы она дольше хватила. Ну, они там будут дубовые хоть, но они будут тоненькие, там полтора, может быть, два сантиметра толщиной на четыре-пять сантиметров шириной. То есть, такая рейка не очень тяжелая она должна быть, вот, и он должен быть вполне такой переносимый. Вот, ну это все, что... А, еще полностью я его не думаю, я сначала подумал его полностью застелить бутылками, да, но потом посчитал и понял, что это как бы будет лишнее, достаточно будет, если брать вот так вот вид сбоку, с того боку, где три метра, то достаточно будет первый метр и последний метр, ну, крайние вот этот метр сделать бутылки, а в середине у меня будет пустота и посередине у меня будет грибной винт, как вы уже заметили, да, вот, типа, ну, по типу катамарана, то есть, что-то такое среднее будет между платом и катамараном, вот, тут вот сверху, видите, педали, тоже такая стоечка для педалей, думаю, цепью будет приводиться в движение вот этот вот грибной винт или цепью, или ремнем, но я еще не решил, у меня есть там просто поликлиновый ремень, когда-то ее на ветряк цеплял, ну, сейчас он валяется без дела, может быть, и ремнем, ну, что здесь вода будет, как бы, вроде как ремень и лучше, но я еще подумаю над этим, еще советуйте мне, что лучше, как поставить, вот, вот это, что касается плота, что касается плота, посчитал я примерно сюда влезет около 400 бутылок, ну, примерно, там, полторашки, двушки, они по диаметру немного разные, ну, примерно 400 бутылок сюда должно влезть, и этого достаточно вполне, даже так с головой достаточно, чтобы держать его на плоту еще и довольно-таки высоко, ну, по моим так прикидкам и расчетам, вот, вот это вот, что касается плота, вот эти части я планирую хорошенько пропитать те, что в воде каким-то защитным пропиткой, там, ну, думаю, может быть, медный купорос железным развести в воде и пропитать, а потом еще сверху покрыть чем-то таким, водонепроницаемым, вот, ну, и площадку тоже планирую снизу покрыть чем-то тоже таким отгнением, хотя вот эта вот площадка верхняя, она намокать, в принципе, я же говорю, и не будет, ну, разве что только от дождя, то есть от этой воды, она в воде практически не будет, поэтому она гнить не должна, доски у меня вот эти верхние, что на стил, у меня вербовые, верба и осина, очень легкие, классные, высушенные уже давным-давно, досточки такие, так что конструкция довольно должна быть такая легкая и транспортабельная, вот, потом я планирую поставить вот такие вот, ну, как бы навесик, стоечки две, тут будут две металлических трубы, такие обрезки по 10 сантиметров, чтобы туда вставилась держак, думаю, держаки просто поделать, те, что до лопат, вот, такие, сделать, как бы, навесик с них, и на этом навесике, ну, тут будет просто такие п-образные две, вот эти вот с держаков, тут рейка сверху, и будут держаться две панели, две панели, ну, раньше, как только вот задумывал этот проект, хотел купить гибкие солнечные панели, там присмотрелся, есть такие, ну, не всякие есть, но я присмотрелся до вот эти вот, что, 100 на 50 сантиметров, 50 на 100 сантиметров, она 100 ваттная, вот, 2 килограмма весит, но потом я почитал про них отзывы, про эти гибкие панели, там такие отвратительные отзывы плохие, я говорю, там пишут, что они и половины не выдают, что они ломаются, что их вообще нельзя гнуть, а цена на них, кстати, цена вот этой одной панели, 100 ваттной, 50 на 100, цена 2000, то есть цена практически, как я покупал свои панели на 290 ватт для ДНА, у меня есть там видео характеристики, кто не видел, смотрите, 290 ватт, но 100 ватт я покупал, это же, ну, как стационарная панель, да, так сказать, рамка алюминиевая, стекло там вот это вот противоударное или какое-то там каленое, и она стоит 2000, а тут просто какая-то кусок подложки пластика, приклеенные вот эти элементы, засиликоненные и 2 шнурка, это 2000 за 100 ватт, ну как, как так получается, это вообще она должна быть еще дешевле, эта панель гибкая, она получается намного дороже, еще и плюс вот такие вот, я же говорю, ну, совершенно плохие о ней отзывы, короче, передумал я их брать, а мне их, я так хотел взять их 4 штуки по 100 ватт, 400 ватт было примерно, а это получается по деньгам 8000, аж, думал, думал, думал и решил их не покупать, а использовать свои панели просто на время путешествия своего на плоту, там, на Днепр или куда, на несколько дней, я просто сниму эти две панельки, переставлю на плот, вот, и поплыву себе, по предшествии раз переставил, там, в принципе, каких-то проблем, там, 4 болтика открутил, я думаю, это не проблема, вот, вот, вот у меня эти две панельки, то есть, вот, если это вид сбоку, с той стороны, что 3 метра, вот это вид сверху, вот так оно будет выглядеть, две панельки по 290 ватт, вот, это у меня получается всего 600 ватт почти, ну, это, как бы, теоретически, но если они даже выдадут 400 ватт на моторчик, то это будет мне вот так вот, 400 ватт это прекрасно для моторчика, по воде плыть, ну, и так медленно ко мне, мне спешить никуда летать не надо, мне так 4 километра в час, 3-4 километра в час, мне вот так вот хватит плыть, вот, даже так интереснее, зачем где-то лететь, надо там рассматривать природу, наслаждаться, отдыхать, вот это, а не лететь где-то там со скоростью на моторе, там, не, это мне такое не надо, вот, теперь про моторчик, вот здесь у меня, как раз начинаются непонятки, и насчет этого пишите, советуйте, какой мне использовать моторчик, я там видел на алиэкспресс много моторчиков, там на 24 вольты есть, вот, с редукторами и все такое, ну, это, как бы, уже последнее, это самое последнее, что я буду, если надо будет, то я покуплю на алиэкспресс, потому что они там и не дешевые, планирую я, вообще-то, использовать, ну, если возможно, это моторчик какой-то, вот, какой-то техники, автотехники, то есть, сельхозтехники, я не знаю, грузовика какого-нибудь, вот, кстати, кто автомобилист, посоветуйте, какой можно использовать моторчик, вот, на вот эти вот две панели, то, что они будут две панели, это точно, уже однозначно, они меняться не будут, ни одна и ни три, вот, именно, будут две панели, как я их буду подключать, параллельно или последовательно, я это еще не знаю, в зависимости от моторчика, я могу и так, и так, в принципе, подключить, вот, но мне, вот, непонятно, какой мне надо мотор, какой мне надо мотор, вот, на 24 вольты или на сколько, там, ну, у меня, получается, характеристика от этих вот панелей, там, 32 вольты, точка максимальной мощности, ну, вот это 32, ну, я думаю, 24, 25, 26, там, или, возможно, моторчик с этим регулятором, закажу на Алиэкспресс эти регуляторы для двигателя, регуляторы скорости двигателя, там, они вроде, вот, напряжение работает или как, ну, короче, я вот это вот еще у меня не проработано, и тут еще я не понимаю, вот, точно, вот, еще не, не однозначно определился, вот это с моторчиком, то, что с панелями я определился, будут мои две панели по 290 ватт, вот, вот это вот генерация такая будет, а вот моторчик, подсказывайте мне, какой лучше, думал я моторчик еще отдельно поставить, сначала я так подумал, вот здесь вот сделать еще один такой, как бы, ну, обычный мотор, штангу такую, чтобы поворачивалось, ну, как обычный мотор, вот, с грибным винтом обычным, ну, таким вот, как пропеллер, вот, чтобы он приводился, но потом подумал, зачем мне еще вот это вот, тулить вот это вот все, если у меня уже есть грибной, как бы, вот этот вот ротор будет, четырехлопастый, почему бы прямо сюда не прицепить моторчик, или сюда вот к педалям, ну, хочешь крути педали, вот, двигай его, хочешь не крути, оно будет от моторчика, или прямо сюда прицепить моторчик, или сюда даже, уже прямо сюда, то есть не надо будет никакого привода, там, цепь скинул, и крутится только это, ну, тут, правда, вода близко, я не знаю, как оно будет, может, какие-то есть герметичные, я не знаю, вот, пишите мне вот про эти моторчики, на 24 вольта, автомобильные, я знаю, что они есть, но вот, не знаю, вот, какой техники его лучше найти, применить, я думаю, это было бы оптимальный вариант, и дешево, ну, дешевле, чем на Алиэкспресс, покупать специальный, вот, сюда мне надо будет, конечно, с редуктором моторчик, ну, какие тут обороты, я не знаю, какие для этого грибного винта, ну, 60, 80, 100 оборотов в минуту, вот здесь вот, чтобы было, наверное, где-то так, сами лопатки тут будут небольшие, ну, сантиметров по 15, где-то такие вот лопатки, просто он будет широкий, почти на всю ширину, только посередине будет разрыв, тут, где привод цепной, а сама вот этот вот грибной винт, вот этот вот, ну, ротор, как бы сказать, он будет практически на всю ширину моего плота катамарана, вот, вот такой вот интересный проект хочу осуществить, даже еще этим летом уже хочу я на него выплыть, хотя бы на механической части, на педальной, там уже электрическую может быть позже доделаю, но вот на вот этой вот педальной хочу уже испытать и поплавать уже на, в этом еще году, еще месяц, как бы, лето есть, вот, вот такой вот у меня проект, да, катамаран, плод, солнечный плод на солнечной тяге, да, интересный такой будет проект, ну, для отдыха, я же говорю, живу возле речки, тут буквально 10 километров до Днепра, выплыл на Днепро, там острова, куча островов всяких необитаемых, можно там жить какой-то день-два, рыбу ловить, отдыхать, короче, ну, я думаю, для отдыха то, что надо, потому что лодка для этого очень плохо подходит, в ней неудобно ни сесть, ни лечь, ну, как бы, это мне, лодка мне не нравится, а вот плод, это будет то, что надо, то, что надо, вот, ну, и дальше тут советуйте тоже, чтобы еще можно было какое-то навесное повесить для удобства, как лучше, конструкционно, да, я чего его сразу и выложил, вот этот проект, пока еще практически я ничего не сбивал, там доски готовлю, пока что пропитываю, так их там, готовлю, режу, все наготавливаю материальчик, но еще пока ничего не сделал, потому что, вот, знаю, что у меня зрители здравомыслящие, много соразбирающихся людей и что-нибудь-то подскажут, как говорится, одна голова хорошо, а три головы, как говорил, змей, а рыночь лучше, да, то есть, как говорится, общественный наш интеллект, вот, там что-то один подскажет, что-то другое, что-то более, а когда я уже сделал бы и показал бы его, ну, что я бы уже менял, уже бы не хотелось менять, так уже сказал, так пускай будет так, уже менять, что-то там ломать, отрывать, вот это все, а так я наперед вот показал, вот, чтобы посоветоваться с людьми, как ее лучше конструкционно сделать, вот, вот этот, вот, особенно электропривод меня интересует, в нем я не понимаю вообще, какой мне лучше моторчик, вот, ну, то, что две панели будут по 290 ватт, это уже точно, это уже меняться не будет, а вот насчет мотора и привода, еще, может быть, какие-то будут изменения, вот, ну, осталось мне только бутылок наискать столько, вот, ну, уже бутылок надо много, ладненько, пишите все в комментариях, там, комментируйте, как бы вы, может быть, лучше сделали по-своему как-нибудь, я рассмотрю все варианты, особенно, вот, меня интересует электропривод, какой лучше сюда поставить моторчик, чтобы он работал от этих, планирую, кстати, без контроллера, без инвертора, без аккумуляторов, я этого не хочу ничего, хочу напрямую от панелей, прямо на моторчик, вот, мне лучше вот так, а, и еще вопрос у меня есть, там я видел контроллеры на Алиэкспресс, такие дешевые, самые дешевые, синенький такой, маленький контроллер для зарядки аккумуляторов, и там у него есть два USB выхода для подзарядки гаджетов, вот, меня интересует, если я вот этот контроллер закажу, куплю на Алиэкспресс и подключу к своей панели, там я одной или двум как-то уже за параллельным, вот, то будут у меня ли без аккумуляторов работать вот эти вот USB выходы для подзарядки гаджетов каких-то там, телефона, смартфона, камеры, вот, ну что, буду плавать, видосики надо будет снимать, там природа, все это как происходит, интересно будет, вот, вот это меня интересует, будет ли вот эта вот подзарядка у меня работать без аккумуляторов, без ничего, только сами панели и контроллер, будут ли они вот эти вот 5 вольт выдавать на вот это все, или может быть даже от этого контроллера и запитать и мотор тогда, если он у меня будет, тоже как вариант, воспримет ли этот контроллер мотор как аккумуляторы, вот, типа заместь аккумуляторов, может его обмануть и сделать, типа подключить, типа думает, что он заряжает аккумуляторы, а оно будет идти энергия на мотор но тоже вопросы такие не знаю пишите короче что вы об этом думаете как лучше вот эта электрическая часть ну что я с этими контроллерами еще не сталкивался с этим всем не знаю как она работает и куда его там что делать короче вот все такое буду уже начинать сбивать вот следующих видео уже буду показывать там что я уже сделал